Так, друзья, у нас тут дудос, видимо, перуанского правительства сейчас был, задудосили. Перуанские хакеры атакуют. Да, но я думаю, ничего страшного, мы сейчас быстренько перепоключимся. Ну, что, бывает, как бы перуанцы слишком запланили час, что перуанское правительство думали, что мы втираем им новую идеологию. Вот мы сейчас врываемся, а там 6-0 в пользу команде. Надеюсь, я очень на это надеюсь. Давай, давай. Знаешь, мы сейчас пропускаем ФБ и такие, хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Опять. Опять, они там сейчас пауза сухор стоит, знаешь, они чувствовали. Или перуанцы задудосили еще и Китай. Ага. Ну, пока 0-0. Слава Богу. Давай, давай, загрузимся. О, сейчас. Что надо будет? Давай, это же пересоединись. Да, присоединяйтесь. Ох, дорогие друзья. Ну, сегодня день какой-то наоборот. Сейчас буквально день плотных каток. Задудосили, конечно. Здорово. Чувствуешь себя нужным сразу, знаешь. Ну, что, дорогие друзья. По-моему, у меня игра, захват игры не идет. Игра уже длится. ФБ не было. 14 крипов уже имеется у команды импэймос на Урсе. На основном хере персонажа. 9 крипов имеется у имберспирита. И я понял, почему у тебя установка соединяется. Что здесь начинается спайк. И да. Спайк идет. Задержка. Задержка, причем конкретная. Ну, у Йоку зато проблем особо, знаете, нет. То есть Йоку с имберспиритом флеймгварт отрубает. Понятно, что ты плаке нереально жить. Вот он сейчас, да, очень много хватает. Кстати, очень хорошо падает. Ноуфир приходит. И, наверное, МНЗ здесь не выживет. Да. Это ФБ для команды индейцев. Правда, здесь сейчас идет уже стингер за Йоку. Йоку очень мало хп. И кажется, дикей контрольный, похоронный. И это минус эмберспирит. Вот эти, кстати, постоянные размены. Они очень часто начинаются, кстати, и всегда. Да, они присутствуют в играх индейцев. Что против Infamous, что против других коллективов. Ну, ладно. С кем-нибудь бывает. Зарабатывают сейчас Убермаг. 358 золота. И главное, что за ФБ оказалось, заработали чуть меньше, чем заработали за ФБ. Йоку. Но зато вот эмберспирит действительно очень сильный герой. Вот здесь вот я даже знаю, знаешь, вот если займут хайграунд... Да, как-то, блин, я не буду брать. Вот. Если займут хайграунд... Ой-ой-ой-ой. То есть будут осаждать хайграунд команду Infamous Команч, что эмберспирит с артефактами начнет просто этот хайграунд очень сильно дефить. И там... Да, помнишь, у нас новый эмберспирит. Новый патч, новый эмберспирит. Ну, ну да. Ну, это понятно. Это не БФ, но зато магически ты можешь быстро разогнаться. Быстро разгоняешься, быстро контролируешь, быстро наносишь дэмэдж и быстро убиваешь. Все, естественно, да? И проходят. Я надеюсь, что именно так и будет. Итак. Ну, в пространстве линии как бы все ясно. Опять же, в зеркальном... Огрейд зеркальный линию. В зеркальную линию. Урс отправили на хард команды Infamous вместе со своими саппортами. Ну, пока подоправляются вичдок. Триста это не против Хакона. Хакону вот мы уже видели. Такую игру против команды Team Ukraine, когда Хакон стоял на изделении против Урсы и очень сильно страдал. Потому что Урса это герой, который против милишник стоит просто прекрасно. Тем более, без какого-то эскейпа. Хакон не имеет вообще эскейпа. А с кого он тогда играл? Он играл за Андерлорда. Андерлорда? Да, да, да. А, точно, да. Да, с Андерлорда он не отпадал. Тогда был, если не ошибаюсь, Урса. Лайпстилер. Такой был. Очень сильно было. А, нет, Templar. Стоп. Магнус, 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 магнус. Спрашиваю, это ФБ на Хаконе или нет? ФБ не на Хаконе. ФБ было на Templar, но потом Андайенко еще и добрал Эмберспирита у индейцев. Да, 32 крипа уже, кстати, неплохо фармит Урса. 25 крипов имеется у Илтв на Джаггернауте. Кстати, Илтв очень такой плотненький игрок на Джаггере. Он очень любит этого героя. Тут сейчас выходят в эфире и забирают еще и МНЗ. Еще раз. Вот такой вот еще раз. Да, забрали 2-1. Хакон, конечно, Хакон. Не убит. Не убит. На месте Инфрэмс я бы подумал о замене нигде в позиции, потому что парень уже 2-ю игру фибилит. На 1-й Тимбер убивали. Сколько раз? 1-5 и убили. Ну, он там и потерялся, да. То есть, вот тут есть такая вот проблема. Хочешь сказать, что в этой игре Тимпарк потеряется. Посмотри на ее. Ну, Нетворс еще, конечно, рада судить. Потому что всего лишь считаю... Не, ну по Нетворсам у нее 1600. Это Нетворс на Уфира. На Огрмаге. Ну, при этом, она может, как мы и говорили, делать стаки и фармить эти стаки Иншин, и Инфэмс этим уже занимаетесь. Ну, что мы с этим занимались, да. И Каманчих не остановили. Поэтому на это стоит... Это стоит учитывать. Да. Каманчих стоит не давать Инфэмс делать стаки, а если не сделали, то забирать самим. Блин, ну все равно, после загрузки, кстати, лаги, ребят, это из-за коннекта к серверу, это не у нас. Да. Не, ну я думаю, они видят, потому что у нас нет лаги. Ну, по IPs. Ну, да, это... Ну, блин, знаешь, многие говорят, лаги такие, лаги, лаги, компы. Да нет, компы в порядке. Компы в порядке, да. Топчик. Приходит на мид Миша. С Ноу, науфиром Йокуф топчем. Топчем на миде. Против МНЗ. МНЗ, кстати, вот и делает. Занимается сейчас, сделал уже два стака. Может так же делать еще и просто идет парминг к лесу, потому что на линии ему нереально стоять. А Каманчи в это время, хоть и стоят и давят на этот мид, но при этом разделяют экспериенции золота между собой. Инфеймос хочет выходить на Хакона. Инфеймос хотят, а тут, кстати, хотят выходить на нижнюю линию, но нижнюю линию вообще оставили полностью. Хакона здесь найдут, Урса выходит. Ну, Хакону нужно было прожимать ультимейт, что его можно спасать. Правда, он откидывается неплохо. У него маны больше нет, вот чем тюбер. То есть мана закончилась, и хотя ему... Ну, если к нему в спину зайдут, это пара телепортов, и андерлорд так быстро не умирает. Его нужно очень долго... Его можно засевить. Да, да, его нужно очень долго забирать, и это нужно довольно-таки много времени. Ну, а в это время на нижней линии все-таки Каманчи находят бакрайдера и раскладывают его на мышь усадника. А-а, вот оно что. Да. Ну, и вот 3-1, Каманчи начинает вести. Ну, и в прошлой карта могла зайти в плюс для индейцев. Могли выиграть, но просто вот этот вот последний заход на когра, он байбэки... Ну, он был, да, фатальным для индейцев. Там еще Слардар очень хорошо залетел по двум героям, под конец это было очень сильный. Кинфеймос при отсутствии преимущества показали очень сильную игру, очень сильные кинфайтеры. Ну, при этом, как бы, преимущество все-таки у них было. И по золоту, и по экспириенсам. Ну, у них было преимущество по золоту. Кстати, на миде очень большую проблему у МНЗ, и МНЗ здесь погибнет. Он не должен выживать, да, слишком много демчей. Сколько? 0-3-0 или нет? 0-3-1. 1-1. Ассист это когда забрали еще на миде Эмберспирита, когда я делал фраг Огрмак. Да. Хоть ассист есть, уже хорошо. Кто первый вин-вин, первую команда Инфеймос серия БСУ-2. Да. За победу в БСУ-2 серии дается 3 очка, это групповая стадия, а вот за ничью дается по одному очку. Вот, буквально, полтора давала. У нас такая вот нелегкая ситуация, на самом деле, сейчас в группе, потому что team Инфеймос, так же, как и команда Макс Янг, очень хорошие результаты показывала в этой группе. Занимают они первые места. Вот мы сейчас находимся на предпоследнем. И нас спасает только сейчас ничья и победа над командой ТНС. И все еще зависит так от того, как отыграет team Ukraine против команды 7-4. Ну, кстати, еще забирают Батрайдера. И это минус Батрайдер. 5-1 Команча. Ну вот, собрались. Что мешало? Ну, после прошлой карты мотивация, да, очень-очень злые, очень просто вот зубы горят. Я думаю, LTV рвет и мечет. Он уже, наверное... По-моему, он от Миши куски нашли, как гумат, от Миши. И начинает им играть. Так, кстати, тут еще и забирают мечту Октора. Хорошо играют. Они сейчас играют агрессивно, но тут каски пошли, еще Аддайм ставят тамбу, но при этом тут играют еще и Алтемберспирта могут забрать, правда, может, но Аддаймска подберут, хотя нет, тут живет. ВМ-Кварта живет и выживает, и Рубика только потеряли. Команч, тут еще что-то нападение идет урса, пытается... Ой, хорошо потолкнули, но Молкера здесь поймают, но зато Инверситурид остался в живых. Шести. Да, неплохо начали Команчу. Ждем пока продолжение. Он продолжает фармить, и на этот раз я думаю, гораздо быстрее свартефарки получится. Ждем продолжение продолжения фарма. Вот эти, кстати, китайские сервера, они периодично бывают так показывают, не знаю почему, иногда вроде нормальный конект, иногда нет. Фильм, знаешь, там кто-то балл и специально кабель, хуть, хуть, всемирные сети Китай, интернета. Там-то как бы играют, наверное, как ланд, ну как почти, ты переедешь китай, соскай, соскай, переедешь китай. Китай, он лад будет интернет. Ты будешь смотреть из Китая, соскай. Да. Ну ладно, продолжает Йоку стоять на миде, у него будет появляться, конечно же, вейлл в дискорб, я не думаю, что там будет что-то другое, прям, ожидания мои, конечно, невелики. На миде, он дэнга пытается поцепить, но тут же Урса бежит, Урсом должен цепляться, ставится там база, не глядит, но тут Миша подходит, и Миша будет сейчас откидывать партнерей. Правда, сетка подходит, имбирт спирит должен давать неплотичь, и сейчас, игроков стоять на шутку, но уфир живет, правда, и никто же вставляет, что приходит, чьё-то веночная, отравочная, что нужно забрать, не все-таки, супер-бенджа, бенджа, супер-бенджа, подсказывают, перезайти из него, как что перезашел, к сожалению, абсолютно так же, затем не помогают вообще, вот, то есть, да, реконак не поможет, ну, судя по всему, ЛТВ, да, ЛТВ умер, умер, так же еще и Угрмак, ну, и зато батрайдера могут забрать, потому что Йоку имеют чины, можно еще, чины буквально через 4 секунды, касок нет, поэтому Йоку будет продолжать, хотя, мощнейший башки, а тут вот, пошли, пошли цель, правда, Стихер живет, да ладно, есть еще, как он должен носить свою команду, банк, есть, ой, ой, эмбер спирит умирает на базе, умер на базе, догорел от батрайдера, да, просто закончился плеймгвард, плеймгвард, да, и дамаж магический начал проходить, 8-7, ну, вроде, хорошее начало, но, такие вот размены, когда Урса приходит, ну, это, это, нет, нет, это однозначно не в пользу командща, прям, ни в какую, вообще, поэтому нужно, что делать, этого не изменяет себе, быстро доминатор, и призванный крип, контроль, 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 ну, призванным крипом, кстати, можно делать стаки, я понимаю, что он рядом находится, он умеет креп, умеет замедление, помнишь, всегда же, собирают доминатор, чтобы делать стаки раньше было, ну, да, сейчас собирают доминатор, потому что очень крепкий, получается, крип, которого ты призываешь, ему дается, хп много, ну, как бы, и в целом, пользуясь призывного крипа, но нельзя не даться ему, ну, да, он сейчас просто стоит, фармит им, а сам отправляются в лес, и там тоже занимается фарм, знаешь, такой вот, ми поставил, когда у тебя много прежимных героев, можно исключенно в этот ролик впихнуть, как он может за нашу, да, наносу себе позволить, ну, и вот, как он приходит, кстати, нарочно заходится, и здесь сейчас может быть пайс, все-таки подал, смотрите, это слишком, когда много всяких встречных вещей, там, не успевать наблюдаться, слишком каманчи, хорошо, кстати, стоит сварфа, могу, очень много к ним же вносится, орубик засворует ластой, и должен, может здесь может кого-то вытянуть тоже тягу это на вода она вытягивает и нужно его надамажить его кризису должны забирать и джиггернал подходит это минус он дает но 11 размер получается забрали антенга забрали еще бумага инкалировать в ответ у джиггернал кстати есть слэш то есть его можно здесь потратить например в батруху забрать его не стал еще встать собраться батрайдер без особо проблем стоит потратить его подобрать год намного легче ну вот рожан 3000 выставить его добрать не проблема но драка продолжается от имплата мало хп у нее нет сейчас просто рефракшенов вертолеты вертолеты тоже один и рожан джайрокоптер возвращается 11 8 14 минута игры 900 монет индейцы зарабатываю за убийство трех игроков теряю только одного бумага не страшно я думаю что не страшно это заметь в угармагов стали выпустили кстати миша 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 и уже ли мне последний network и 400 а в 1400 имеется у вич доктора вот аркан бутсы на 14 минуте миллионер эта карта должна быть выиграна потому что миша собрал себе артефакты так он уже все он уже корс смотри over power он уже выиграл over power осталось только нажать и ударить сюда значит даже если он проиграет он победил конечно он вышел обстречу рубика в топнут ворсах и мы чисто теоретически может такой себе представить даже лучше в конце перед патчем 700 вот прям вот перед самым патчем ставили рубика на профессиональных кончен у этой первой доте было да ну не так часто дано было ну и в доте 2 ну как бы если есть знаешь если есть сильные прокастеры и у вас тоже вроде как есть ответка но вам что-то из этого нужно вам нужно можно взять этого рубика и вы можете до 6 его получает отправляется там на различные меня не занимает уже какой-то другой персонаж и тем самым просто теркает левел с проблемами с оптера ведь оптера можно поднять все он не стал каски дабы не отдать рубику но при этом еще команда к манчи забирают и он дайанга минус 2 в исполнении индейцев и еще становится 13 8 на 15 и даже на 16 минуте и вы обещать на начало замечать начало по сравнению с прошлой игрой дал что прошлая игра начиналась тайком начало начала били но потом все-таки перуанцы и феймс они вышли до самого той крайней точке и держали в эту самому конце игры даже когда к манчи переворачивали имели огромные густа по дэмиджу от этого драгонайта это все равно было недостаточно по группам спрашивает выходим или нет ребят все зависит на самом деле сейчас тим укрейн команды синг но нет еще трасс это батрайд разбирает на ее поставляется забирает из него они из ноты парку летом тоже оформляют ну и вот к манчи продолжает дальше зависит это какую-то нигелирование здесь никуда не идет он да и мы так трубку даже помнишь там сказали что гибернаут отличный скейлсет на пуш потому что у него есть вар который помогает его команде просто всегда держать очень сейчас это пар помогает нужно заметить что там парка отдается в пятый раз у него 153 это наверное один из лучших мидеров которые ну как сказать она продолжает свою историю тимберсоу да да еще слухи и встает что купить бладстоун набрать из нас заряда в том остаться на пяти и кстати урсу залетает а урса вообще никакой не пробивает андерлорда тот живет ставь сухая и минус урса нужно еще и батрайды разобрать минус батруха минус 2 и каманчи дальше идут забирает ондайн дэвид доктор тоже в минус ультра килл командный командный ультра килл и дабл килл оформляет ноу фиры и лтв набирает превосходство ужасно это это просто какой-то реально такой снежный ком который сносит команду и твой вас блин вот первую карту не забыла первую карту добрать и вторую также вот просто уверенно выиграть 3 очка и все и первых этим украина в конце на десерт на десерт на просто следующий слайд пожалуйста донесите следующий слайд кстати собирают сейчас линию и как он носит свою команду наверх и забрать там уже т1 вышку пойду дальше очень это очень быстро 28 блин такого не было к манчи собрались 18 минута такое ощущение что просто играют против какого-то 3 кастыка и уже падают бараки нужно тинцы еще 20 и все блин ладно я не буду предсказывать стоял прикрым предсказывает получается ничья надо просто выйти выйти из группы тим украин луз приз 7 черт раз 02 вот что нужно говорить ну ты позвони надо мне как там даже может быть 11 просто стенте они вроде сейчас все равно не ром там тот что макс что команда мпм из который 20 в команду нави нави почти на эти помнишь ты вот говоришь то что урса не пробивает город наш почему смотри на андерлорда что он собрал а да только сейчас он взял меку то есть он сначала собрал кримсон и потом привез себе метку сейчас будет драка с кримсоном мекой скорей но блок урон на героев ближнего боя 70 процентов рада шанс блока 50 процентов но скорость большая и 50 процентов летающих не как раз ну вот мы сейчас кстати видим на творцы и видим что хардлейновый ну в данном случае изи лэйновый хардлайнер действительно вот это как какая-нибудь селедка будь это какой-нибудь клок даже рядом золото смотри с какой золото град 15000 преимущество безумное преимущество за команды эту карту надо брать чтобы во 100 процентов нужно просто пушить они они уже идут до последней т2 вышки я такие быстрые такие быстрые карты еще не видел чтобы быстро пропушили все но каманчи идут камочи идут эмбер спирит радианс следующий артефакт вот кстати эмбер спирит уже вроде от команды появлялся и там был действительно радианс и это был вин это был однозначный это был очень много урона и это была команда противника которого эмбер на самом деле именно вносит очень хаос в ряды оппонента то есть он связывает держит и наносит такое количество магического урона опять это уже не обращая внимание как и за не значит никого-то просто прошлую карту вы ритки а может кстати они расслабились потому что у них как бы все в группе хорошо да ты вот паш первую карту выиграть просто психологически нужно то что ты побеждаешь все ты думаешь что это мой план не я его сделал авторусь карту выиграли попросили пацанов идти на стрим да да вы должны перуанца сейчас папа один один будет зовите обратно перуанца ну и вот к мальчик такой сейчас по нижней линии нет по сути пик команды ой-ой-ой подрайдер залетать получать чайные но это такой рандом дамстоп как его было это минус батрайдер байбэк делает темплатки нету байбэка и должны нет тут умунислэш полетел проснулся по собаке прыгает собаки а тут дальше темплатка и темплатка даже угрмага не пробивает правда у тв очень зря заходит у тв очень много демок получает но он живет заходит курса байбэк это он погиб темплатку забрать у нее снова нет байбэка и каманчи делают байбэки и феймос и заставляют их делать и йоку просто давит по т4 это аннигиляция просто не рованье просто здесь какая и должны тут чем у курса байбэк был то есть курса убить все это 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 минус сторона это урса правда горит раньше хоронить не только героев миша живет пиши долго живет курсу убили эмбер спирт уже здесь и это это чистый хэграунд чистый хэграунд гг 22 минуты каманчи good game well played и это 11 почему не сразу так взялись за это и вы чего вот сразу брали бы вингу в начале этого турнира против нами да пожалуйста возьмите у тебя просто лица пошел красить деньги не проблема гиралда тоже не проблема командчиком за люшин топ тоже едет туда же сложно ну вот двадцать две минуты бешеных лагер бешеных лагер а мы боссом это без шансово просто без шансово побеждают в этом противостоянии жалко не не best of 3d best of 3 я думаю я мы по статистике не проходили можно так просто посмотреть за чудом проходится там там доминация 22 тут просто 14000 творчество этого джагер как он на 500 500 гпм как он хард лейнер против урсы стоял между прочим урсы до 372 120 12 как он а ребят дорогого стоит невероятно это невероятно ну что до 20 минут сейчас будет розыгрыш дорогие друзья